Мортира Сяна Участника Этой книги, я имею ввиду Которая давала интервью, развернутая Очень известного композитора Продюсера Владимира Матецкого Я хочу попросить сюда Еще соавтора Я бы сказал этой книги Потому что она написала очень интересное эссе О своем детстве Маша Габрилович Также я хочу сюда пригласить Вы знаете, эта книга не только О людях, которые Члены Союза Кинематографистов Или члены их семей Но еще и сотрудники Дома кино Здесь присутствует мой друг Михаил Шилер Который работал в Доме кино Когда-то много-много лет Он работал там главным официантом Мишенька, проходи сюда, пожалуйста Присаживайся Так, никого ли я не забыл Еще из... Сейчас подойдет Сергей Каемович Шакуров Мы его очень ждем И я, конечно, забыл Здесь еще Александр Сытников Который участвовал в создании этой книги Я его попрошу прийти тоже на сцену Саша, пожалуйста Ну, вроде Вроде мы как, так сказать В флорум у нас есть Ждем Шакурова Ну, и я вам чуть-чуть расскажу Об этой книге Я встану, у меня так будет легче В разное время В разных странах мира Существовали какие-то культовые места Культовые места Это, ну, знаете, не обязательно Музеи или какие-то Другие культурные объекты Ну, всегда были легендарные рестораны Легендарные клубы Во всем мире Мой друг Известный Искусствовед И совладелец ресторана Русский самовар в Нью-Йорке Его звали уже сейчас Роман Каплан Он приехал в Москву И привез мне книгу Эта книга называется Называется Роман в самоваре Эта книга рассказывает О ресторане Русский самовар в Нью-Йорке В которой 20 лет Был культовым местом Для всей российской эмиграции И для всех русских Которые приезжали в Нью-Йорк Правда, у Рома были два очень замечательных партнера Это Барышников и Бродский Потом они как-то отвалились из этого проекта И остался этот ресторан Он, на самом деле, просуществовал 20 лет Потом начал как-то умирать Но Рома создал эту книгу Это толстый такой фолиант Интересная книга Я ее прочитал И вспомнил вдруг А у нас же в Москве был Такой же клуб Да еще он был покруче Который назывался Московский дом кино И там был, соответственно, ресторан Но Когда я начал заниматься этой книжкой То я понял, что ресторан Это уже какая-то верхняя часть этого айсберга А вообще дом кино сам по себе Уникальное социальное и культурное место Это место, где в течение 30 дней Был забит зал Все премьеры Всех 15 республик Все лучшие фильмы Всегда показывали в доме кино Сергей Шакуров Пришел, насколько я понимаю Он уже дает интервью Но сейчас он придет сюда Вот Это было тоже уникальное место А уже совсем за зеркальем Местом, куда попасть было невозможно Это, конечно, был ресторан В этот ресторан Когда приходили люди со стороны Я много раз это наблюдал Они были просто в шоке Ну, можете представить Приходит человек Сергей Кайонов Я много раз наблюдал эти сцены Когда кого-то приглашают И приходит человек Ну, он, естественно, праздничный обед Выпадает в это место И когда он начинает оглядываться Он видит Здесь сидит Шакуров Здесь сидит Нона Мартюкова Ну, что там рассказывать Это воспоминания Но это Прочитать можно Это половина нашей жизни Да, вы все это увидите У него потрясающий слов У Александра Он вообще Человек в этом плане Очень Очень коммуникабельный Он хорошо рассказывает Он прекрасный рассказчик У него очень хорошо Сложен русский язык Что это очень важно Вот, друзья мои Да, да Он владеет И потом Безумно образован Но каждый день читает Он как-то Идет читает Он же с ума может стоять Спасибо, Сергей Кайонович За комплимент А сейчас я бы хотел Дать слово Владимиру Матенскому Который очень интересный Да, знаете, каждое интервью Оно по-своему интересно Вот Володя На самом деле Человек внимательный Очень хорошо знает Жизнь в Москве И там интересные воспоминания Когда Известный наш певец Юрий Антонов Купил первую машину Иностранную В иномарку Куда думаете он приехал? Конечно, в Домкино Вот Это было Это было культовое место Володь Спасибо Спасибо большое Мне просто только что прислали Как она приплясывает И тогда были барышни Которые приплясывают И киношники спрашивали Кто это? Кто это приплясывает? И я это помню Что касается Юры Антонов К сожалению, он сегодня Не смог приехать Но действительно Ему удалось Непостижимо В те далекие 70-е Он рванул Через УФДК Подписав письмо Автомобиль Вольво 244 Модель Темно-синего цвета С номером Ю 33 33 МО Там есть фотография Я нашел фотографию Этой машины Она есть в книге И мы с ним В Доме кино Праздновали Этот знаменательный день Он поставил машину Прямо у входа Ну, тогда не было парковок Так, 380-4 Машина стояла так Что нельзя было пройти И любой человек Проходивший мимо Имеется ввиду Из ресторана А это чья машина Перечисляю возможные варианты Нет, не киношника Это была машина Эстрадника Юрия Антонов Ну, он написал много музыки Для кино Он член Союза кинематографистов Но это было чуть-чуть Сейчас я до кино дойду Два слова еще Или ты уже хочешь что-то сказать Нет, нет, нет Я хочу добавить Сгладить острые углы Я чувствую, ты хочешь Нет, у нас не такие времена Мы не будем сглаживать острые углы Киношники были разные И я был свидетелем В книжке я немножко об этом говорю Всяких экстремальных историй В Доме кино То есть доходило порой до нехорошего Но это жизнь человеческая Это, конечно, не составляло историю Дома кино Но были смешные эпизоды Рассказывать с фамилиями не буду Официанты, отдельные песни Карина, ты помнишь? Да Кстати говоря, присутствует Миша Много лет проработал В одной смене с Кариной Да Ну, больше я говорить не буду Потому что вы можете подумать Что это я автор книги Но я невероятно рад тому Что эта книга вышла И хочу просто порадоваться За Александра Гафина Поскольку это действительно серьезный Большой труд Он завершен И он представлен сегодня вашему вниманию Спасибо Спасибо, Володя, за все происходящее Дальше началась новая жизнь вообще в нашей стране И Дом кино стал перестраиваться Это другая история У меня вот от начала и до 82-го года Как мне, вот я докопался до того Кто же придумал Дом кино Как его воссоздали Сделали специальное здание для него Екатерина Фурцева Министр культуры в то время Это была ее идея И она сделала этот проект Создала И как ни странно Есть небольшое интервью В этой же книге Зураба Церетель Зураб участвовал в оформлении Дома кино Он был тогда молодой, перспективный художник Скульптор И именно его попросила Фурцева оформить Потому что она хотела, чтобы это все было новым Мне бы еще хотелось очень, чтобы пару слов сказал Мой друг Георгий Маркерасян Твоим родным домом, в котором ты проживал Все говорили, что очень трудно попасть в Дом кино Практически невозможно И если ты мог кого-то уговорить Вернее, не уговорить А если тебя уговорили провести в Дом кино То ты, в общем-то, совершенно удивительно главным человеком Но вот это вкратце Спасибо, Георгий, большое Я бы еще хотел добавить Вы знаете, чтобы не создалось впечатление, что только выпивали и гулять Дело в том, что Дом кино сам по себе и ресторан Это была такая кинобиржа в некотором смысле Там знакомились сценаристы с режиссерами Актеры с своими коллегами из других киностудий Была абсолютная атмосфера братства и дружбы Я никогда не видел, чтобы там кто-то кому-то задирался по национальному признаку И так далее Люди приходили без денег Потому что артисты, знаете, как и артисты, и режиссеры тоже Часто от картины до картины У человека нет денег, но ему хочется пообщаться Но хочется и закусить и выпить И такого не было Садись, пожалуйста, люди настолько были открыты в этом клубе Что это просто поражало Официанты давали, кормили в долг Вот Саша Панградов-Черный всем передавал привет Он просто вчера только прилетел из санатория Он там прожил жизнь просто в ресторане Он прожил жизнь в Доме кино У него был специальный там какой-то диванчик Где он даже оставался иногда на человеке И список, список долга И список долга Да, афицианты составляли такую бумагу Саша Черный, и сколько он должен Вот тому, 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 тому И он в зарплату отдавал все это, честно Да, вы, вы, дело в том, что не только, правильно сказал Георгий Они кинематографисты, но могли и приходить Вот мой товарищ Слева Александр Светников Он был тогда большой, так сказать, работник Министерства внешней торговли Мы его любили Но любили его не только за то, что он работал в таком важном министерстве Он был членом этого клуба Дома кино Он сейчас сам расскажет, ему повезло В то время он был женат на одной из самых популярных актерис Нашего театра и кино Лучше сам расскажет Я не знаю, лучше ли я расскажу, чем Александр Прежде всего я хотел его поблагодарить За то, что он воскресил Я еще не читал, но приблизительно представляю Он воскресил нашу молодость И то время, которое уже никогда не будет Никогда не повториться ни в одной стране Это вот такой был До эксперимента Но вот методисты, которые организовывали все вот эти сборища, кинопремьеры, показы и так далее Там есть очень интересный материал Моей подруги Риты Шингеля Которая проработала в Доме кино больше сорока лет Если не скажу, почти пятьдесят И этот материал называется очень просто Я замужем за Домом кино А у нее было четыре мужа И четыре мужа, похожие от нее ушли Потому что для нее всегда главным был Дом кино Она проработала там всю свою жизнь Она была очень красивая И сейчас остается эффектная Там в этой книжке есть очень интересный материал Еще интересная история Вот Силит Миша, который проработал много лет в Доме кино Он пришел, я помню, со всем молодым мальчиком А можете представить? Мы все ходили туда больше двадцати лет Мы знали всех официантов, поваров Метродотелей, естественно Вот в этой книжке тоже описана Откуда знаменитая фраза Ларис Иванну хочу Была такая метродотель Завзалом еще называли так Лариса Иванна и Валентин Ивановна Они работали по сменам Они по сменам И вот один грузинский коллега Который пришел на встречу к Георгию Данелия Они сказали Ты когда придешь, спроси Ларису Иванну И она покажет, где мы сидим И пришел этот статный грузинский актер Ларису Иванну хочу И вот Ларису Иванну хочу Это именно про эту Ларису Иванну Вот еще Толя Гиппин пришел Тоже один из героев этой книги Я очень рад видеть Вот, теперь ближе к Миши Шикерову Знаете, мало кто знает Вот в этой книге описано Что ансамбль Аба Ох, знаете, там в каком-то 86-м году Пролетом был один день Один день из Швеции в Японию И Алла Борисовна Пугачева Которая жила просто в 4-5 минут ходьбы От этого зала Она сделала прием днем для ансамбля Аба Никто в Москве не знал об этом приеме Кроме Миши Шикера Он сейчас все расскажет Ну, хочу сказать большое спасибо за одну книжку Это наша история Какого повторить, наверное, невозможно Вот этот ресторан, конечно, необычный И моя жизнь туда попала совершенно Ну, не случайно А как обычно, не через Швеции К большому Владу И работал Макро Абу Пришел я на работу Какая-то суета Мне Лариса Ивановна Фамилия Тарасова Говорит Лариса, сегодня будет прием Принеси, пожалуйста Возьми с лобовки Хрусталь Чистая посуда Все Серебро Значит, подготовь Дорогой коньяк Все остальное Сегодня будет спецобслуживание Выделили место Ресторан закрыли Никаких комплексных обедов Все тихо Потихоньку Начали собираться Потихоньку Начали в ресторане собираться Сотрудники Дома Кинал Там же Дом Кинал Там сотрудники Все Семьетриаты Библиотеки Все садятся за стол Я чувствую, что они что-то знают Я ничего не знаю Мне не говорят Время есть Говорят Миш, сходи в прикмахерскую И потом выясняются Я на улице выхожу Народ стоит На улице Дом Кинал Все пили Мне не говорят Ну, уже прихожу Там осталось полтора часа Заказ Стол гломится Лучшая Еда Все И мне уже Лариса Ванна говорит Миш Вы Вы Сегодня будете Ослуживать Стол заказала Алла Пугачева Привет Ап Не может быть Где мы Интервью Упомянут Высоцкий Потому что Он был Абсолютным Кумиром Абсолютным Героем И не только Для зрителей Но и для посетителей Дома кино Когда он приходил Знаете так Все вроде Вроде его Как бы не замечали Но Копииско Сосмотрели за ним Потому что Он был Кумиром Того времени И остается Для многих Кумиров И сейчас Ну Приходили Разные люди Туда ходили Часто С семьями Ходил Молодой Миша Ефремов Со всем Мальчиком Маленьким Есть еще Несколько У меня Знакомых Моих Детей Которых Сдавали В сумках Таких Спортивных В гардероб Они Висели На гардеробе Вот Сейчас Они стали Многими Известными Людьми Вот Которые Выросли Антон Табаков И так далее И в этой Книжке Несколько Два Там Две Три Заметки О От имени Детей Кинематографистов Чьи родители Часто Были Часными Посетителями Дома Кино Также Есть Вы знаете Вот Правильно Сказал Володя Что Ходили Разные Люди Приходили И там Была Группа Постоянных Посетителей Вот Мы Об этой Группе Немножко Тоже Рассказали Я попросил Свою Подругу Гарю Лавецкую Известную Писательницу Она Написала Эссе О двух Персонажах Это Такой Был Кумир Москвы Известнейший Бумлян Сергей Богословский Была Ирочка Макарова Ира Кошки Ее звали Все Было Еще Несколько Интересных Персонажей Бабок Серуш Еще Кто-то Короче Говоря Там Есть Еще Интересный Как бы Рассказ О людях Которые Частными Были Посетителями И в то Время Они Безусловно Были Знаковыми Фигурами Для нашего Города Вот Теперь Я хочу Передать Слово Своей Хорошей Знакомой Она Родилась И воспиталась В замечательной Кинематографической Семьи Дедушка Ее знаменитый Решет Габрилович Папа Замечательный Тоже Кинематографист А мама Всеми Любимая Актриса Майя Булгакова Если Люди Старшего Поколения Очень хорошо Помнят Эта Замечательная Актриса Машенька С самых Равних Лет Посещала Дом Кино От Утренников Детских До Естественно Уже В другом Водрасте Она уже Туда Приходила Со своими Компаниями Маша Родителям Очень хотелось Гулять И Наслаждаться Жизнью Я Родилась К счастью Великому Вот И Они Со мной Ходили В ресторан И Завали Меня В гардероб Ну Если Я Начинала Сильно Плакать Значит Гардеробщица Поднималась За мамой Меня Упаюкивали И Гулянка Дальше Продолжалась А Вас На Вешалку Да Про Вешалку Я не Слышала Говорили Что На Стульях Спала Ну И Перед Моего Взросления Он Скорее Связан С Переходом Из Зала Кино В Зал Ресторана И Так Бывает Приходишь К Ларисе Ивановне И К Ларисе Ивановне Посадите Там Небольшая Компания Она Говорит Маша Здесь Все Твои Папа И Мама Первый Походу Был Папа С Девушками Значит Надо Было К нему Как-то Поздороваться Я Приходила Говорила Папа Привет А я Ужасно Красилась Очень Ярко И Папа Очень Страшно Стыдился Моего Макияжа И Он Так Всегда Говорит Отворачивался Типа Не он Папа Кто-то Другой И Так Ты Еще Учишься Или Уже Бросила Я Говорю Еще Учусь Довольно Успешно Дальше Значит По пути Был Стол Мама С Подружками И Мама Как Всегда Тебя Накормить Что Заказать Вот И Своего Видела С очередной Сидит Я говорю Да Видела Видела Вот Так И Жили Жили Весело Жили Интересно И Я Понимаю Что Это Конечно Был Клуб О котором Очень Много Все Разговаривали Говорили И Хотели Сделать И Хотели Эту Память Каким То Образом Запечатлеть Но Сделал Это Александр Дмитриевич И Спасибо Ему Огромное Потому Что Для нас Это Действительно Это Мое Детство Это Моя Жизнь Это Моя Память Это Память О моих Родителей О Их Коллегах И О Их Друзьях Там Все Было И Свадьбы И Дни Рождения И Ссоры И Разводы И Драки Это Была Безумно Насыщенная Красивая Неповторимая Жизнь И Спасибо Вам Огромное Что Вы Смогли Что Вы Собрали Всех Нас Фотографии Там Кстати Сохранилась Потрясающая Галерея Фотогалерея Я Там Была Неделю Назад Специально Пошла В ресторан Дома Кино Не Хотите Пусть Это Все Останется Вот Так Вот Как Было Вот Спасибо Вам Участвовали В создании Этой Книги Это Прежде всего Мой Друг И издатель Есть такое Замечательное Издательство Галерия Называется Владимир Пирожок С которым Я дружу Много Много Лет Со времен Союза Писателей И он Помог Издать Эту Книгу И он Очень Признателен Также Целая Группа Людей Которые Ну Помогали Мне В том числе Работать Над Этой Книжкой Галю Владимирскую Я назвал Машеньку Назвал Вася Трунин Женя Стычкин Кстати Говоря У него Вот Мы с Женей Знаем Как сейчас Режиссер Известного Продюсера Актер У него Был Очень Знаменитый Папа Очень Знаменитый Папа Он Был В том числе Работал Переводчиком Он переводил Множество Фильмов В госкино В доме Кино А вот Переводчики Мы их Очень любили Уважали Это Целая группа Геребова Гарик Статенков Хамутов Целая группа Закрытые Просмотры В то время Вот это Было Одним из Изюмин Дома кино Почему Все стремились Почему Во-первых Дома кино Если фестивальные Фильмы Шли там Три раза В кинотеатре В доме кино Показывали Фильмы До 4 часов Ночи Западные Фильмы А кинематографический Фестиваль Московский Проходил Тогда Раз в два Года Можете Хотели туда попасть И многие Фильмы Которые не шли На площадках Москвы В кинотеатрах Показывались Только в доме кино Это был Еще Кратный Интерес К этим Фильм Я впитал Всю Квинтэссенцию И драматургию Жизнь Там Знакомились Влюблялись Разводились Сводились Рожали Детей Да Вот И поменьки Были Сейчас я дам Слово Еще одной Даме Которая Чуть-чуть Опоздала Маша Возьми Микрофор Вот Поэтому Дом кино Это был Такой Живой Организм Который Ни на секунду Ни на минуту Ни днем Ни ночью Жил И не останавливался И мы счастливы Что мы все Кто сидит здесь Были Члены Причастны К этому И членами Этого Замечательного Клуба Я сейчас Предоставлю Слово Маш Представь Пожалуйста Раису Васильевну Это Мамина Была Очень близкая Подруга Красавица И Ну Она Молодец Она Ну Я можно Скажу Сколько тебе лет Пожалуйста 91 год Давайте Во всяком случае Я Конечно Моя Жизнь Связана И с Майей И с Лешей С Лешей Потому что Я работала Редактором На телевидении Сначала Летопись Полвека Документальная Я Редактором Была Документальных Монтажных Фильм Леша Леша Работала Молодежки Ну И вот Однажды Я Пришла К Мае С Майей Отдельно Он Он Говорит А че Ты тут Делаешь Я Говорю Как я К Майе Пришла Ах Она Тебе Испортит Зачем В этом В общем Май Когда Она Готовила Детей К школе Они Были Облизаны Так Ну И вообще Всегда Все У нее Были Облизаны Чистые Наглаженные Невероятные И вот Однажды Значит Я сижу А Мы пришли Из дома Кино Киосаен Старший Значит Владик Двоженский И Ой Ну И Господи Ну Ладно Вот Сиди Ничем Значит Сидим И Нам Не хватило В доме Кино Надо же На кухне У Майи На маленькой Сидеть Как же так И вот Выходит Ребенок И мы Видно Громко Разговариваем Значит А на двери На кухне Висит Наглаженный Накрахмаленный Фасочек И Формочка И все Вот на двери На вешалке Висит Готовим Вот Ребенок Вот этот Машка И говорит Ваша мать Мне же Завтра утром Вставать Рано В школу Ребенок А что касается Ресторана Дома Кино Уже Когда я Стала туда Ходить Благодаря С Майей Прихожу И говорю Аня Кто сидит Сплошная Фарца А она Говорит Они что Талантливые люди Это точно Спасибо огромное Я еще Здесь в зале Вижу Вижу Композитора Анатолия Банчева И своего друга Спасибо вам большое А вы знаете Все-таки Мне вам пишут Как-то А где Взять Знаете Что А Давай У меня Консультация На один день Нет Я Назвай Да Нет Через Это все Конкурент Может Чего Там Один Мат Валер Назвай О Назвай Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok